салют дамы и господа приветствую коты и кошечки с вами я олег гром вы на канале мужских увлечений мы продолжим разговоры про писчий инструмент сегодня у меня в руках очередная ручка от компании zebra с названием филаре 1 2 2 2 2 2 3 4 6 6 7 Возможно, я читаю неправильно это название, но мне кажется, что оно должно звучать именно как-то по-итальянски, филаре, а не как-то по-английски. 0,7 мм, эмульсион чернила, собственной разработки компании Zebra, поставляется вот в такой вот упаковке. Достаточно брутальная ручка, достаточно внушительная, поворотный механизм включения-выключения, о чем нас извещает обратная сторона. И моделька, кому интересно, выглядит вот таким вот образом, PBA68, BL это цвет чернил, black. Можно найти какого-то либо другого цвета. Как вы знаете, я предпочитаю ручки классически синего цвета, особенно если это синий цвет, выполнен просто космически, а вот у Zebra он выполнен просто космически. Это просто космически насыщенный синий цвет. Настолько насыщенный, что, ну я даже не знаю, что добавить. Вы видите сами, насколько он прекрасен. Можно ее протереть, конечно же. Вот такой вот глубокий, синий, яркий, но в то же время и темный, насыщенный цвет. В общем, очень сложно передать. Ручка играет красками, как дорогой спортивный автомобиль, на котором, там, не знаю, 10 слоев лака специального нанесено. И вот эта ручка выглядит именно, именно так. Клипса мощная, монолитная, тяжелая, тяжеловесная. Вообще вся ручка выглядит очень тяжеловесно, она выглядит очень-очень брутально, показывая серьезность ваших намерений, показывая, что вы человек сильный, раз можете такую ручку крутить, вертеть, писать и вообще использовать. Вот, что для некоторых, опять-таки же, немаловажный факт и момент. В длину ручка около 14 сантиметров, здесь нет автоматического механизма, с этой стороны просто заглушка металлическая используется. Металл, 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 одно кольцо, металл, второе кольцо и, внимание, поворотный механизм, который показывает, как раз-таки, стержень. Вот так вот это работает. Давайте заглянем внутрь, что внутри, ручка поскрипывает, как вы слышите, потому что, опять же, металлическое основание вкручивается в другое металлическое основание и, возможно, ее можно смазать каким-нибудь силиконом, но не так часто мы раскручиваем ручки максимум, чтобы заменить стержень. Стержень здесь стандартный японский, 0,7, черный. Можете заменить на любой другой, главное, что от компании Zebra, ну и чтобы по конфигурации он подходил, то есть, если вы найдете какой-то другой марки, ну, такой именно конфигурации, Zebra, то он отлично встанет сюда и будет прекрасно работать. Очень массивная ручка, тяжелая, как я уже и сказал, выглядит прочно, надежно. Такое ощущение создается, что если такой ручкой что-то подписывать, то это на века. Опять же, когда мы ее закрутили, вот, механизм включения-выключения, он не откручивает ее. Удобно ли это так или нет? Вот, смотрите, сейчас ручка закрыта. Сколько нам нужно провернуть? В полоборота практически, то есть, не на 360, а ровно на половину. То есть, вот так вот это все выглядит. Удобно ли писать? Хорошо лежит в руке, в мужской руке особенно. В принципе, ручка под мужскую руку и рассчитана. Давайте посмотрим, как она пишет. Не прилагаю никакого давления, никакого усилия. Пишу непосредственно под весом самой ручки. Прекрасно, прекрасный шарик. Бегает великолепно. Замечательно, замечательно, замечательно. Остаются какие-то следы. Заметили? Вот, 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 вот. То есть, ручка может немного пачкать, но это зависит от чернил. Чернила здесь, собственно, разработки зебровской. А вот, они их очень рекомендуют. Они стойкие, не смываются, когда подсыхают. И, в общем, типа, держатся очень-очень-очень долго, очень-очень хорошо. Но, опять же, имейте в виду, что небольшие кляксочки, они не размазываются, не тянутся. Но, тем не менее, остаются. То есть, периодически, возможно, вам придется делать как-то вот так. Делать как-то вот так, чтобы очистить шарик. Что, согласитесь, не всегда очень интересно, потому что в совершенно дешевых ручках от той же зебры такой проблемы просто-напросто нет вообще. Но здесь просто чернила другие используются. Поэтому имеется такой момент, что может немножечко мазать. Но, опять же, ручка новая, сейчас она может расписаться, и через время этот момент исчезнуть вовсе. Просто там все притрется друг к другу, и вот эти моменты все исчезнут. Вот. Черная паста прекрасно пишет, что еще добавить. Вот, смотрите, момент раз, два. Вот эти моменты, где немножечко чернила как бы капнули. Вот раз, два, три. Может, еще где-то я пока не особо вижу через объектив. Но их незаметно. В том плане, что они не оставляют за схобой какой-то большой, огромный след. Под диким углом пишу. То есть, очень-очень дикий угол. Практически вот так вот все лежит. Практически не касается. А вот моменты, где осталась эта паста. Если это важно. Если что-то подписывать. Если, например, что-то подписывать. Ну, великолепно, плавно летит ручка. Просто, просто вот взмах, взмах кисти. И любая ваша заковыристая подпись без всяких там регалий просто рисуется, как и нефиг делать. В этом плане, да, отлично. Естественно, такой ручкой никто не будет писать конспекты. Ну, кто-то, может, и будет, конечно же. Но имейте в виду, что эта ручка не предназначена для этого. В принципе, ручка более представительского класса. Отлично подойдет под костюм. Прекрасно дополнит дипломат. При ее стоимости совершенно не жалко потерять ее, если использовать в каком-то, в таком ключе, которым я озвучил. Для белых воротничков это совершенно не деньги стоимость этой ручки. Для обычного человека типа меня, да, это дорого, но ручки это одна из моих страстей, которым я делюсь с вами на своем канале своих же увлечений. Вот. Имейте это в виду. Никаких лишних стразиков, никакого пошлого желтого цвета, все аккуратненько, все в серебре, в металле, прекрасный космический синий. Я, честно говоря, понимаю, что дело вкуса, конечно же. Кому-то нравится одно, кому-то другое, и все эти ручки, все это оформление, это дело вкуса. Я не спорю с вашим вкусом и не отбираю у вас право любить какие-то другие ручки. Но лично мое мнение, такую ручку оценит любой человек, у которого вообще имеется хоть какой-то вкус. Потому что строго, удобно, красиво, не пошло, прям вот хочется сразу же и брать, что-то подписывать, какие-то дорогостоящие контракты, какие-то договора хорошие, вкусные подписывать прям сразу хочется. И что-то вообще просится в руки, когда ее достаешь, ощущение теплоты, она не холодная абсолютно, нет, это не металлические ручки, которые, когда ты их берешь, они тебя обдают холодно. Заставляя задуматься, что-то не так, это теплое, массивная ручка, мощный инструмент. При желании можете использовать ее как тактическую, как и любой другой предмет. Пресловутые холивары на эту тему продолжаются в интернетах и на форумах. Включать, выключать одной рукой можно, но я думаю, это и так понятно. Непосредственно, как здесь все выглядит, смотрите. Вот я сам запачкал себя, вот еще запачкал, вот еще запачкал. Ну, раз уж начал, то уж вообще все покажу, как оставляет ли она следы. Конечно, оставляет, вытирается ли. Но пока свежая, она вытирается. Потом чернила очень стойкие, опять же, имейте это в виду. Про пищу инструмент можно долго и упорно говорить. Кто-то любит перья, кто-то шариковые, кто-то гелевые. Но так или иначе, в каждом классе пищевого инструмента есть что-то интересное для себя. Если вы такой же любитель и ценитель пищевого инструмента, то подобная ручка в вашей коллекции, я думаю, прекрасно себя зарекомендует. Но, скорее всего, она у вас уже есть. А если же у человека дело, например, как я, который любит пользоваться своими инструментами, то этот инструмент вполне имеет право на жизнь. Возможно, он поселится у вас надолго, и максимум, что вам придется менять, это только стержни. Напомню сразу, как всегда это делаю, запасайтесь стержнями сразу, заранее. Знаете почему? Потому что появляется хорошая ручка, вы приобретаете ее, подписываете максимум какие-то документы. Ну, то есть расходуется она не так быстро. А через время просто-напросто к ней исчезают все стержни. И их нигде нельзя найти. И очень жалко становится, потому что инструменты отличные, а стержни кончились. Поэтому мои рекомендации, как всегда, они изменяются, остаются все теми же. Есть возможность, приобретите дополнительные стержни обязательно. Просто для своего спокойствия они лежат, кушать не просят, лежат долго, ничего с ними не случается. Это не те старые стержни 70-х годов, которыми мы разбирали и красили лампочку для светомузыки. То есть здесь все, в принципе, более-менее хорошо. Ну, а на этом все, друзья. Не чихайте, не болейте, обязательно подписывайтесь на канал. Вот так вот он называется. Подписывайтесь, чтобы следить за обновлениями. Там у меня появляется много различных видео на различные тематики, которые интересны мне. То есть на всякие мужские увлечения. А с вами был я, Олег Гром. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok